Привет, друзья! С вами Рома и канал Просто Симулятор. Ну что, теперь официально весна сдала свои права к календарному лету, с чем я вас всех и поздравляю. И разумеется, отдельно поздравляю мам и пап с Днём Защиты Детей, который празднуется 1 июня. Учитывая, что сегодня суббота, уверенно положите с прибором на мир пикселей и уделите время своим чадам. Ферма никуда не убежит. Так, что я еще хотел? Ах да, маленький такой пустячок. Немного поговорим о новостях из мира русскоязычного модостроя виртуальной фермы за прошедший май. Как и всегда, буду вещать вам о тех событиях, что освещал в своей группе ВКонтакте, но не показывал на Тутубе. Так что, ребятки мои, приготовил эту бутылочку холодного класса, она на месте, диктофон также под рукой, он заряжен. В общем, я готов вещать вам, друзья, в ближайшие минуты. Поэтому переходим к новостям. Игорь Белов, проект Simulator Games в ближайшее время выпустит глобальное обновление под индексом 2.0.0.0 для своего конверта 2Х российской карты Балдейкина. Автором оригинала является Дэн Бен. Обновление по факту представляет собой объектную переделку карты. Многие изменения вы могли увидеть в моем майском обзоре. В частности, были перестроены все деревни, базы переделаны, либо перетекстурены многие производства и животноводческие объекты. Часть строений можно будет продать и поставить на их месте что-то свое. Поезд включен в логистику карты, его теперь можно арендовать. Пересмотрена растительность, проведена работа по оптимизации. Так, местами убраны неиграющие особого значения коллизии. Реализовано множество других более и менее заметных изменений. Ожидается, что обновленная версия конверта Балдейкина выйдет в общий доступ сегодня или завтра. Женя Шарамета, он же Жека Беларус, после продолжительного перерыва вернулся к работе над своей белорусской картой Бартники. На данный момент он оценивает общий уровень готовности карты в 80%. Сейчас Женя работает над визуальной составляющей. До этого он благоустраивал крупнейший населенный пункт проекта – город Барановичи. Женя разместил там торговый центр «Корона», мебельную фабрику «Лагуна» и магазин «АМАЙ», в котором можно будет сбыть мебель. Также автор планирует построить в Барановичах производство молока, сахара, хлеба и ткацкую фабрику. Барановичи стали пятым населенным пунктом на карте. До этого Женя построил четыре деревни – сами Бартники, Вольно, Озерет и Залесье. Напомню, Бартники – это реально существующий населенный пункт Брестской области Республики Беларусь. Проект готовится абсолютно бесплатно для общего доступа в стандартном размере с учетом особенностей рельефа местности. По большей части на карте используются объекты из общего доступа, значительную часть которых Женя уже разместил. Кипит работа и у команды Manuscript GT, которая продолжает готовить адаптацию своей 4Х платной российской карты «Золотой колос» в 22 ферму. Релиз оригинального проекта состоялся в 17 ферме. Как я уже рассказывал в одном из своих обзоров, авторы сохранят общий концепт карты, но при этом существенно ее освежат по объектам. На своих экранах вы сейчас как раз можете увидеть некоторые изменения в северной части колоса. В целом, что было сделано за прошедший май авторами? Так перестроен и увеличен двор в поселке Майский. На его территории заработал птичник. Часть объектов можно будет снести. На севере карты рядом с автомойкой появилась кафе «Встреча». В нем будет продуктовая торговая точка. Частично перестроен порт. Ворота на въезде увеличены. Теперь там могут разъехаться два большегруза. Также удалены пару складов. На их место переехала продажа древесины и добавлена продажа стройматериалов. Переделана продажа овощей и сыпучих грузов. Из порта к северным теплицам также проложен короткий путь. Грунтовая дорога с мостиками и бродами. Возле теплиц убрана котельная. На ее месте теперь небольшой оливковый сад. Склады северных теплиц тоже перестроены. Добавлены компост и вода. Теперь теплицы будут потреблять воду из емкостей либо устанавливаемых водонапорных башень. В функционале теплиц также будут изменения. Рядом с теплицами полностью перестроен двор бывшего бетонного завода. Он значительно увеличился в размерах. Раньше здесь можно было купить бетон для стройки. Но теперь это заброшенная территория для расчистки и застройки. Дело в том, что бетон нужен на карте весьма ограниченное время. После чего эта территория простаивает без дела. А места там более чем достаточно и есть удобная ЖД-ветка для подвоза грузов. Территории хватит на пару небольших устанавливаемых заводов и складов. Новый бетонный завод авторы выполнят отдельным размещаемым зданием. Рядом с бетонным заводом и северными теплицами был обрыв, имитирующий небольшой заброшенный песчаный карьер. Теперь это место сглажено и продлено на шестое поле. За ЖД-магистралью перестроена заправка и удлины поля 8 и 10. Также перестроен БГА. Часть территории оставлена как точка продажи силоса и покупки дегистата. Остальную территорию можно приобрести. На ней старые силосные ямы стоят для декора. Их можно будет убрать. На карте больше не будет предустановленных силосных ям. Если игрокам захочется с ними повозиться, придется расставлять их самостоятельно. Помимо этого, перестроен заброшенный курятник рядом с коровником. Его территория увеличилась в размерах. Кроме того, авторы подготовили участки под застройку заводов. Сюда планируется добавить несколько предприятий. В частности, на участке рядом с лесами может появиться новая лесопилка. А на мебельной фабрике будут производиться уже продукция из готовых пиломатериалов. Мишка Кошелев, он же Кош и после выпуска в релиз продолжает трудиться над своим паком Зилов. Так он уже успел обновить своих лихачокцев, вернув коллизию на кузов и поправив ступицу задних колес. Сейчас Миша работает над прицепом. Его проект сейчас на ваших экранах. По характеристикам он будет аналогичен к кузову грузовика. То есть с настройками его емкость составит до 8 кубометров. Также он намерен добавить к грузовикам версии топливозаправщика и кунга. Эти вариации уже получили модели износа и сгрязнения. Миша Урсу и USSA Modding Team специально для Просто Симулятор рассказал о своих планах по моду. Речь идет как про обновление некоторых его конвертов и переделок, так и о новых проектах. Так набор модов от Миша пополнит МТЗ-611. Это экспортная вариация ЮМЗ для американского рынка. Основой для мода послужит модель ЮМЗ-6КЛ от FarmAndrey из 19 фермы. От версий ЮМЗ-МТЗ для советского рынка этот трактор отличается крыльями, решеткой, лесенками, фарами, в том числе для погрузчика, окрасом кабины, шильдиками на латинице, отсутствием пускача и иными вариантами глушителя. Многие необходимые элементы для американского белоруса Миша уже подготовил. На выходе мод также получит поддержку интерактивного управления с Interactive Control. Сейчас модель режется и переделывается. В работе остается и кукурузоуборочный комбайн КСКУ-6АЭЦ Херсонец 200. В моде использована модель от Шнурок и АВСР. Над модом также работают Джервис Ван и Эверэйдж Инжуэр. По словам Миши, по модели полностью готовы кабина и задний мост. Реализован сила сопровод, проведена работа над нормалями. Сейчас модель готовится подводим текстуры, чтобы комбайн пачкался и изнашивался. Как только будут завершены работы над самим комбайном, Миша планирует смоделировать для него родную жатку. Как и другие конверты и переделки от него, Херсонец получит широкую поддержку интерактивного управления. Также Миша готовит обновление для своего конверта подборщика-копнителя ПК-1.6. Авторы оригинала команда FSSA. По факту это будет глобальная переработка мода. Как отмечает Миша, конверт он выполнял, когда его опыт в модостроях был небогат. Теперь же он понимает, что способен докрутить ПК-1.6 под стандарты 22 фермы. Модель подборщика полностью пересобрана. Сделаны недостающие шланги на переднюю часть. Также ПК получил новую авторскую анимацию погрузки. Она уже готова. Убран бак с колесами, которые несколько подтормаживали трактор. Сейчас идет работа над тем, чтобы копнитель, как и любой пресс-подборщик, мог выдавать полноценную копну, а не только рассыпать кормовые материалы россыпью. В этом ему помогает релакс. Обновление ожидает и огромный конверт ПК МТЗ-8082. Автор оригинальной основы для ПКа Beer Farm. Так белорусы получат различные звуки скрипов и прибежания. Сейчас из кабины можно услышать только звук двигателя. Хлопкоуборочный комбайн тепли будет прогибать стебли хлопка при соперосновении с ними. Изменится эффект работы пускача. А когда даешь газа, трактор будет поднимать обороты. Пока этот эффект добавлен для некоторых вариаций погрузчиков МТЗ. В будущем его получат все 80-е. Также в планах Миши увеличить общую громкость звуков, добавить цветовую гамму, актуальную для техники советской эпохи, изменить интерактив Simple AC на Interactive Control. Помимо этого, Миша приступил к полноценным тестам своего конверта прицепного силосоуборочного комбайна KSS 2.6. Авторы оригинала Anubis 95 Umbrella 666, конверт VFS 19, выполнял Aluxo 74 Rus, ну и собственно в VFS 22 его конвертит сам Миша, ее часа моддинг-тим. Так по КСС завершена работа по декалям и добавлению вариантов покраски. Ранее были добавлены звуки и эффекты. Также выйдет обновление и для конверта переделки гусеничного трактора DT-75. Здесь автором оригинального проекта являлся Mary Dirt. В нем будут исправлены крепления в погрузчике ТО-7. Саша Беликов, он же Шнурок, продолжает доводить до ума свой модпак RSTMH Vector. Сейчас он работает над детализацией комбайнов, в частности добавляет машинам шкилы и ремни. Вполне возможно, что Саша смоделирует для машин и цепи. Ранее автор поработал над капнителем для векторов, который на выходе будет выдавать капну в 12 тысяч литров, а также над детализацией двигателей EMZ-236 и Cummins QSB 6.7 старого и нового образцов. В целом в пак войдут модели 410, 420, 425. Модель 450 трак с полным гусеничным ходом пока под вопросом. Как ранее сообщал Саша, для нее он не может найти видео или фото с редуктором отбора мощности с ГСТ. Алексей Цыганок, мужик ТВ, в мае выпустил в общий доступ свой мод самодельного прицепа соломооза Coloss 92 PSPP. Это устройство, в частности, имеет конфиг подборщика, который позволяет накидать в кузов целых 92 тысячи литров кормовых материалов. Сейчас Леша готовит цистерну на его основе. Это будет универсальный резервуар огромной вместимости для дефолтных жидкостей. Скриншоты с его первых игровых тестов на ваших экранах. А у меня на этом все, друзья. Как говорится, чем богат. Теперь можно смело закрывать свои гаджеты и весело мчать, теряя шлепанцы навстречу лету. Разумеется, с семьей. День защиты детей все-таки. Мне же, разумеется, остается сказать о самом главном. Пожелать вам и вашим близким крепкого, самого-самого наикрепчайшего сибирского здоровья, всяческого благополучия и, разумеется, мирного чистого неба над головом всем нам. Дай-то Бог. Если вдруг что, ссылка на мою группу в ВК в описании к видео никуда не девалась. Она так же, как и в любом обзоре на месте. Я же постараюсь надолго не прощаться. Да о чем я вообще? Вы и так прекрасно знаете, что Ромка Мамкин Провокатор совсем скоро опять выйдет в эфир, чтобы вместе с вами поблуждать в мире моддинга виртуальной фермы, да и что-нибудь за обзор. Так что, други мои, до скорой встречи на канале Просто Симулятор. Пока-пока. Симулятор. Симулятор.